В эфире рубрика «Говори на ТВК», я Елена Армаз, и сегодня мы вновь выслушаем вас, наших телезрителей, разберемся в вопросах, найдем ответы и ответственных. Для того, чтобы заявить о своей проблеме, присылайте нам свои видео с пометкой «Говори на ТВК» в любых социальных сетях. Но я верю, что в нашем городе есть и немало хорошего, поэтому ждем от вас и позитивные видео, ну а мы сделаем так, чтобы вас услышали. Ну что, поговорим? Желтые реки – грязные берега. Так называют жители улицы Второй Приручейной реку Бугач, которая течет рядом вдоль улицы Калинина. И вот почему. Примерно такую картину телезрители видят дважды в месяц. Река окрашивается в грязно-болотный цвет. Местные грешат на сбросы, якобы кто-то сливает в Бугач субстанцию неизвестного происхождения. А ведь рядом огороды и частный сектор. Что-то спускает цвет ядовито-желтый. Здесь, наверное, хорошо будет видно. Поверх гельда, ну, он это вообще... Выяснить, кто же загрязняет Бугач, могут только специалисты, а именно природоохранная прокуратура. Номер телефона для обращений 228-0102. Езжу, как хочу, паркуюсь, где вздумается. Видимо, такой позиции придерживается владелец вот этого оранжевого авто. Видео нам прислали с проспекта Мира, дом 3. Красноярец, который снял для нас ролик, справедливо замечает, что между машиной и бордюром нет и трех метров. Если легковушка кое-когда втиснется, то, например, экстренные службы или большегрузы попросту не смогут проехать. Мусоровозы не могут заехать во двор. И остается мусор на день, на два. А вот это чудо уже второй день здесь паркуется. Хотя знак висит, работает эвакуатор. Где эвакуатор, не знаю. Ну, наверное, заберут ее сегодня. Главное, что он второй день уже так приловчился здесь парковаться. Сообщить о парковочном беспределе можно в ГИБДД по номеру телефона дежурной части 226 85 91 или на сайте гибдд.рф. Вот такие огромные бетонные плиты страшные. Установили их прямо на новую аллею из грусчатки. Обращаются к нам жители Солнечного. Там вдоль аллеи установили вот такие бетонные заграждения. Рядом находится новый современный парк «Солнечная поляна». Ну и, конечно, такие сооружения вряд ли вписываются в общую архитектуру и благоустройство этого места, которое там провели совсем недавно. Слышала, что жители просили щиты, которые, ну, предохраняют людей от брызгов с дороги. Просили щиты защитные. Нам поставили вот такое чудо. Вот такое чудо. Посмотрите, в каком состоянии это чудо. Телезрительницы рассказывают, что блоки обещали убрать после Нового года. Однако их количество не то, что не уменьшается. Наоборот, по словам местных, оно только увеличивается. В департаменте городского хозяйства заявили, что все ради безопасности горожан. Эти блоки после Нового года не стали убирать, потому что были по плану предусмотрены мероприятия на Масленицу в этом сквере. Поэтому, ну, то есть, чтобы туда-сюда их не возить, было принято решение их оставить на Масленицу. Ну, и кроме того, сейчас предполагается, что на майские праздники также в сквере будет много массовых мероприятий. Поэтому они будут стоять до окончания майских массовых мероприятий. Однако, почему вместо страшных бетонных блоков нельзя было поставить современные защитные ограждения, непонятно. Мэрии посоветовали обратиться в Красгорпарк. Именно эта организация занимается установкой подобных сооружений вблизи скверов. Телефон для обращений 223-68-68. На сегодня это все. Присылайте нам свои видео в любых социальных сетях ТВК. Мы есть везде. Высказывайтесь, чтобы вас услышали. Говори на ТВК с Еленой Армаз. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова